привет друзья вы на канале классная рыбалка с алексом и сегодня мы с вами выбрались на дунай а точнее на его кислицкий рукав вот она против меня это остров кислицкий и вот это это русло дуная кислицкая да то есть суть вопроса в следующем то есть это чтобы вы понимали это не весь дуна это одна из его самых узких и небольших частей в районе города измаил вот друзья и сегодня мы на дуна и с вами будем ловить рыбу надеюсь сазана карпа у нас на сазана первую очередь у сазан карп плюс-минус одно и то же только сазан дикая его особь да вот на дунайский фидер вот такая вот легенькая очистительная снасть суть вопроса в следующем друзья здесь не нужно ничего деликатного то есть удилище должно быть с максимальным тестом желательно до 200 грамм катушка 6000 и больше никаких там две с половиной тысячи двухтысячник трехтысячник за это все можно забыть 6000 и больше вот леска которую вы будете использовать и я буду использовать ребята обратите внимание вот леска 0,6 миллиметра по толщине то есть я например харькове такой в принципе ним доску не допускают для ловли даже но я даже не знаю что там можно ловить вот а здесь это норма на карася из разряда суть вопроса не потому что нам здесь большие караси а мощное течение нужно забрасывать тяжелые груза мы будем ловить на макушатник весом 130 грамм только груз плюс кубик макушатника общая масса такой в общем-то такой снасти составляет около 200 грамм то есть там 180 200 грамм вот и мощные крючки соответственно все сделаем сейчас эту оснастку дамы удилища естественно самая популярная у местных рыбаков для ловли карася и сазана это мега дорогого удилища крокодил но у меня таких парочка есть но я решил взять все-таки снасть более деликатно это стекло стекло какое-то стекловолокно питон но тоже не сильно дорогое прямо скажем удилище но она мощная ставьте класс подписывайтесь на канал будет интересно друзья сейчас мы с вами сделаем удилище знаете смотрите поставил я 0,6 леску по толщине заводим сюда вот такие мощные карабины 30 килограмм они выдерживают привязываем двойным паломаром в принципе это абсолютно не важно для клюва рыбы то есть каким узлом вы там привяжите это такое все каким удобно таким и привязывайте мне нравится двойной паломар тщательно его затягиваем подтягиваем не стесняясь да и обрезать под самый корень смысла нет сразу предупреждаю то есть самяры или самяры или сазаны плещутся рядом с берегом надо этот момент учитывать первое я думаю забросить удочку метров я думаю 10 от берега больше не надо вот под корень я не отрезаю я оставляю где-то два сантиметра хвост чтобы не развязалась ничего страшного не произойдет речка конечно прекрасно то есть вот с одной стороны она как бы вот мутная да то есть вода здесь не прозрачная это однозначно вот но с другой стороны конечно впечатляет впечатляет даже здесь даже вот своей мощностью что ли где-то даже дикостью ребят я вам скажу что на днепре ну тем более на северском донце где я ловлю нередко имеется виду северский донец там конечно все несколько иначе здесь видна ее мощь здесь видно сильное течение друзья я взял вот такой маркерный груз на самом деле это не маркер это просто груз 150 грамм весом и сейчас постараюсь забросить на некоторое расстояние то есть я предполагаю что максимум метров на 30 40 дальше мне не надо ширина здесь около сотни метров надо где-то под сотню метров 80 от 80 до 100 вот и и и друзья прощупаем дно так хорошая новость друзья это то что дно пологая здесь резкого уступа такого обрыва нет глубина около 7 метров 7 8 метров на расстоянии метров 40 30 метров 30 35 40 метров сильное течение чувствуется ракушка но 150 грамм груз целом лежит нормально друзья но проверили по большому счету глубину значит резкого свала нет максимальная глубина на расстоянии метров 40 50 от берега то есть сюда идет пологий достаточно берег ну что ж так значит так то есть здесь ямы как таковой я не заметил в этой во всяком случае акватории соответственно будем бросать на разных дистанциях и смотреть что у нас с этого всего добра получится как-то так планах вот та удочка дальняя будет заброшена метров 15 от берега этого будет достаточно 10 15 2 я думаю метров 25 3 метров 40 от берега где-то так то есть на центр под берегом чуть дальше от берега и центр ну чтобы удочки не пересекались если дальнюю мы будем забрасывать 40 метров а сюда по уменьшению то суть вопроса при выматывании или при поклевке рыбы есть шансы перепутывания удилищ ну как бы таким образом мы немножко эти шансы уменьшаем и соответственно облавливаем разные дистанции а там будем смотреть на какой дистанции будет открывать рыбка два бойла и и горох сейчас все это повесим и забросим метров 25 не забываем отпускать бейтранер так эту мы забросим подальше и это забросим с горохом тоже подальше метнем важно важно чтобы она у нас не пересеклось понесло чуть ниже груз поэтому надо будет учитывать этот фактор о шикарно друзья в общем решил это самое поэкспериментировать прошло уже два часа 20 минут ни одной поклевки не было решил сделать такую снасть интересную суть вопроса на конце будет грузила дальше два поводка сантиметров по 40 с крючками и на тех крючках будет червяк местные называют ее лещовка во всяком случае так слышал ну посмотрим какой результат такая оснастка даст на бойлы поклевок реально нет то есть уже два часа макушатники стоят лёва нет друзья значит смотрите суть вопроса оснастки это концевое грузило весом 140 грамм дальше метра полтора лески с двумя отвода минут двумя петельками вот и два вот таких вот крючка на 004 лески основная леска 06 крючки я взял первый номер карповые крючки ну то есть это достаточно крупный крючок но еще не безумно крупный там как на сома используется да то есть это не сам не самове крючок ну такой такой уже и не маленький так как клёво уже 2 часа 40 минут особо нет никакого вообще никакого не на метод не клюет не на оснастки не на макушатники ни одной поклевки друзья не было может конечно место выбрал неудачно ну как бы поклёвок нет вот друзья а вот надянка попала змеюка пытается на ветки залезть друзья но в общем есть четкое ощущение что что-то делаю не так короче было несколько поклевок и все реализация ноль в общем друзья переделал фидер сейчас под вот такую вот оснастку для ловли на червя на фидер поклевок нет на макушатник поклевок нет на вот эту удочку буквально за чуть больше чем за час две поклевки было но без реализации это на черного червя друзья я кажется нашел фишечку этого места наконец-то короче бровка основная подходит чуть ли не под тем берегом и бросая в прямом смысле слова чуть ли не кустам под тот берег то есть 10-15 метров от того берега силовым достаточно мощным забросом вот мы получаем мгновенный результат часть еще не столько поставил фидер на этот самый на держатель очень мощная поклёвка было чуть удилище не сорвало попробуем повторим вот хорошо обидели вот это я понимаю поклёвка жесть бросаешь реально под тот берег там деревья рушатся ломаются за сегодня видел уже по той стороне штук шесть деревьев поломала на самом деле мощная буря на дорогу дерево упало когда ехали сюда вот так суть вопроса вот бросаешь под тот берег ну метров может там 10 не добрасываешь начинают все это добро нести находит нижнюю видимо точку и в процессе идут поклевки друзья так я целый день просидел да реально поклевок не видел то уже про бросал тут все честно говоря у меня была мысль и шоу тут метрах 40 3 минут где-то от 30 до 40 метров от 25 наверно до 40 метров идет гряда ракушки я туда и бросал то есть изначально как бы макушатники туда положил ну толку не было никакого но оказывается секрет немножко в другом надо бросать под под берег реально но сносит наживку и она ложится вот именно там где нужно бровка основная идет чуть ли не под тем берегом и вот там идут как раз поклевки и 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 Так, ну если есть самята, то есть и самоестественно. Отпустим. Вот, друзья, и поклевка под сворачивание. О, друзья, что-то очень ответственное, очень, друзья, очень. Чрезвычайно что-то хорошее. Не вижу, что. Ну посмотрим. О, друзья мои. Это же наш друг. Друзья, это же днестровский сазанчик. Вот такой. Ой, прошу прощения. Очень он похож на днестровского. Друзья, дунайский сазан. Сазаны на Дунае. Круто. Бомба. Так, именно за ним, собственно говоря, и приехали. Всего где-то около двух килл. Кило 800, кило 700. Класс. Класс. Класс, друзья, просто бомба. Ух. Дождались. Я уже удочки достаю, между прочим. Макушатники всякие и тому подобные вещи. Вот, пожалуйста, банальная снасть. Покажу, на что поймал этого красавца под завису. Но это чистый сазан, именно, друзья. Чистяковый. Длинный. Прогонистый. Красавец. Просто красавец. Вот такой вот. И, друзья, на что взял? Обращаю ваше внимание. Вот вам оснастка, которая сработала. Полтора метра лески. Два отвода таких. Да, леска 0,65, друзья. Два отводика по 1,30 сантиметров. Да, даже, наверное, 25. Второй где-то 35 сантиметров. И на червя. Без прикормки, без ничего. А до этого было поймано несколько сомиков. Ну, они там небольшие такие. Грамм, может быть, 600. Один грамм 600. Ну, второй плюс-минус такой же. Ну, я думаю, вы все это видели. Круто вообще. Класс. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Наше видео подходит к концу. Рыбалка завершена. Пора уже уезжать. Всем спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч на канале. Оставайтесь. Не прощаюсь. Впереди у нас еще несколько рыбалок на Дунае.